Меня зовут Ольга Ору. Я работаю химиком в лаборатории Финского института охраны окружающей среды. Сегодня я покажу вам, как делается фильтрация с помощью поликарбонатного фильтра. Для мониторинга состояния охраны окружающей среды и многочисленных исследовательских проектов в качестве такого фильтра используется поликарбонатный фильтр ватма-нуклеопоры или же сокращенно НПС с размером по 0,4 мкм. Этот метод не является стандартным методом и результат, полученный этим методом, нельзя сравнивать с результатами, полученные с помощью других фильтров. Аппаратура и оборудование, которые нужны для проведения этого анализа. Фильтрационная воронка со стаканом из зажима, фильтры, весы, четыре знака после запятой. Очень точного. Сушильный шкаф. Теперь приступим к определению. Как я уже и говорила, для фильтрации используется поликарбонатный фильтр ватной нуклеопоры. Размер пор 0,4 мкм и диаметром 47 или 50 мм. Поликарбонатные фильтры не промываются. Открытая упаковка фильтров хранится в эксекаторе для того, чтобы вес был постоянным, чтобы стабилизировался вес фильтра. С поликарбонатным фильтром используется металлическая сетка и уплотнение. Перед тем, как произвести взвешивание, надо написать номер нашей пробы. Поместить в чашку Петри, на подписанный номер. Для чего это делается? Фильтры очень тоненькие. И очень легко могут ветром сдуть их. Может сдуть их. Поэтому лучше все производить в чашке Петри. Нельзя использовать или нежелательно использовать пластмассовые чашки Петри, потому что фильтры очень сильно электризуются. Начнем взвешивание. Взвешиваем отдельно фильтр. Без основания. Взвешивание закончено. Будем приходить к самой фильтрации. Так как фильтр наш очень легкий, если нам надо переместить их на более длительное расстояние, их можно прикрыть каким-нибудь листом бумаги или еще чем-нибудь, чтобы они не улетели. Теперь берем нашу воронку. Вкладываем на него фильтр. Глянцевой стороной к сетке. На фильтр укладываем уплотнительное кольцо. Смотрим, чтобы все у нас было посередине. Уплотнительное кольцо шло по краю сеточки. Ставим стакан. И закрепляем все это в систему. Потому что она у нас была плотная вся. Хочу еще раз показать разницу между двумя поверхностями фильтра. Одна сторона блестящая, другая не блестящая. Для правильности результата при определении взвешенных очень важно, чтобы проба воды была хорошо перемешана перед отбором нашей навески. Если контейнер или бутылка для пробы у вас слишком заполнена при взятии пробы, маленькую часть, небольшое количество пробы можно убрать или вылить. А остальную тоже действительно очень хорошо перемешать. Перемешанный образец выливают в мерный цилиндр. И начинаем фильтрацию. За раз можно вылить 20-25 миллилитров. Если хорошо проходит проба воды, надо добавить еще. До тех пор, пока фильтрация не замедлится. Количество пробы, используемой для фильтрации, надо записывать. Обязательно. Так как наша проба прошла очень быстро через фильтр, мы добавляем еще. Количество миллилитров, которое мы использовали, обязательно записываем. Сейчас видно, что фильтровация у нас значительно замедлила. Теперь мы смотрим, чтобы наша проба прошла сквозь фильтр, и фильтр стал почти сухим. По краю смотреть, чтобы не было кольца водного. Теперь, когда вся наша проба прошла сквозь фильтр, останавливаем насос, аккуратно открываем всю систему, снимаем кольцо, и помещаем, аккуратно, аккуратно поднимаем, потому что там может быть еще вакуум, чтобы наш фильтр не порвался. И помещаем в чашку Петри. Фольга в нашей чашке Петри используют для того, чтобы проще было взять фильтр после сушки. Когда у нас все поставлено, переносим фильтр в сушильный шкаф. Фильтр сушится в течение двух часов при температуре 105 градусов Цельсия. После того, как наш фильтр высушен, мы его помещаем для охлаждения в оксикатор, и после этого взвешиваем на весах. После взвешивания все результаты записываем в тетрадь и рассчитываем по формуле нашу концентрацию. Так как у нас единица измерения миллиграмм в литре, здесь фильтр с осадком, фильтр без осадка, 100 миллилитров и объем нашей пробы, которая была взята для анализа. Получается наш результат в миллиграмм в литре. Сейчас мы посмотрим, как производится фильтрование пробы на определение растворенных фосфатов с помощью нуклеокарбонатного фильтра. Сразу надо заметить, что все оборудование, все приборы, все посуды должны быть помыты средствами, не содержащими фосфаты. Посуда должна быть отдельная, которую моют разбавленной соляной кислотой, двухмалярной. У нас сделана такая система. Специально используется фильтр. Бутылки, покрытые специальным защитным средством, их продают уже готовыми, чтобы они при фильтрации, когда создается большой вакуум, не разлетелись в разные стороны. Осколки. Специальная фильтрующая система, состоящая из нескольких частей, которые тоже помыты, разбавлены соляной кислотой и потом сполоснуты хорошо дистиллированной водой. Собираем всю систему. Надо смотреть, что были уплотнения поставлены. Решетка. Здесь тоже должно быть уплотнение. И стакан. Стакан тоже с уплотнением. Подсоединяем насосу-компрессору. Так как у нас бутылочка очень маленькая и очень хорошо она двигается, надо ей поставить какое-нибудь основание, чтобы она была более устойчива. Для определения растворенных фосфатов проба у нас должна быть не законсервирована. Если определение идет общего фосфора растворенного, пробу сначала фильтруют, потом консервируют. Для фильтрации берем фильтр и укладываем его глянцевой стороной вверх. Обратите внимание, глянцевой стороной вверх. Фильтр очень электрический и очень легко может улететь или согнуться. Теперь, когда у нас фильтр положен на сетку, надо его закрепить. Закрепляем таким образом, чтобы на фильтре не было никаких складочек. прижимаем, закрепляем. Если бы не получилось сразу закрепить, еще раз надо открыть и еще раз его хорошенечко закрутить. Нельзя, чтобы воронка верхняя прокручивалась. Надо добиться такого, чтобы она стояла очень хорошо. Теперь она не перекручивается. Фильтр ровненький, без морщинок. Теперь включаем компрессор. Перемешиваем пробу. Обязательно перемешиваем. И наливаем немного, прямо воронку. Открываем крану, и у нас начинается фильтрация. Фильтруем до тех пор, пока у нас хорошо идет через фильтр проба. Если фильтрация замедлится, фильтр изменяется. И фильтруем необходимое количество, необходимое для анализа. Когда у нас отфильтровалось необходимое количество пробы, смотрим, чтобы фильтр был сухим. И чтобы с фильтра никакая капелька не попала внутрь нашей подготовленной профильтрованной пробы. Закрываем крану. Выключаем. Теперь начинаем открывать систему. Аккуратно открываем. Снимаем. Теперь нам надо снять фильтр. Снимаем его именно аккуратно, аккуратно в сторону. Теперь отсоединяем и открываем. Наша проба готова. В заключение еще хочу сказать. Если у вас проба очень мутная, ее сначала перемешивать перед фильтрацией. Дают отстояться, чтобы осадок осел. И только после этого фильтруют. Есть возможность использовать разветвление такое, что можно фильтровать сразу две пробы. На каждую есть свой кран, который можно открывать независимо. И у вас убостряется время, используемое для фильтрации, если много проб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok